Часть четвертая. В этой части мы создадим первые контроллеры, а также постараюсь объяснить разницу между read-only контроллер и writable контроллер, которые существуют в моем шаблоне, в моем темплейте. Прежде чем мы перескочим дальше, давайте я вам этот слайд покажу. Значит так, мы в прошлой части сделали каталог сущность и сущность продукты. Мы их связали, сделали Fluid API и они у нас появились в базе данных. А теперь давайте, собственно говоря, сделаем, чтобы их можно было реально пощупать на свагере, то есть на стороне UI. Так, я переключаюсь в Visual Studio. Так, и собственно говоря, давайте начнем. Значит, смотрите, во-первых, как, чтобы объяснить разницу между read-able контроллером и writable контроллер, нужно эти контроллеры создать. Так как у нас и сущность продукты, сущность категории должны быть writable, в смысле мы должны уметь и сохранять данные, я хочу read-able показать на примере сущности log. Давайте для начала запустим приложение. Вот, сейчас я его... Так, давайте на секундочку остановимся и переименуем все-таки микросервис, ну, в какое-то более близкое к нам название. А, ну вот, я его уже нашел, давайте назовем его... Ну, не знаю, каталог. Ну, пусть так называется каталог. Здесь каталог API и где-то здесь еще, допустим, вот так оно должно быть и т 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 у меня документы, вот сюда тогда каталог. Ну, в общем-то, все. Давайте еще раз запустим. Сейчас, надо обновляться. Ага, вот обновился. Вот так вот выглядит значительно лучше, поэтому мне так больше нравится. Ну и раз уж мы начали говорить, давайте я вам покажу read-only про контроллер на базе сущности logs. Как вы понимаете, логи мы можем только писать, а в контроллер их добавлять не можем, потому что для этого должна быть какая-то там сервис, который будет внутри системы это добавлять. Ну, посмотреть их можно будет на logs контроллер. Ну и прежде чем... Нет, давайте тогда я вот сразу создам. Shift F2 нажимаю, у меня открывается окошко по созданию. Это специальный extension, который можно установить в Visual Studio. Называется add new file, кстати, так называется. Вот, если вы установите, у вас тут же Shift F2 сработает. Контроллер, C-Sharp, logs, контроллер, C-Sharp. Итак, я сразу же, ну, привычка мне такая пишу, что это комментарий удаляю. И пишу read-only контроллер. Как вы видите, он generic tip, и в generic он принимает дополнительный параметр. Первый параметр это название сущности, которую я буду использовать в этом контроллере. Второй параметр подсвечено T-ViewModel. T-ViewModel это говорит о том, какая сущность, в какую сущность будут передаваться данные из сущности log. Ну, то есть, в какой VueModel будут превращаться для просмотра данные. У меня уже есть в системе LogVueModel. Вот, то есть, и последний параметр, как называемый, это параметр, который используется для сортировки и выборки постраничной. Ну, то есть, давайте напишу по умолчанию, page list query params. Вот он, и давайте даже вам покажу его. Он в системе, вот он. Он лежит в папке query params. Вот эта папка у наследника базового класса, который лежит там в другой сборке. Суть его в том, что в page list query params, в классе по умолчанию используется, устанавливается page index равен 0, ну, то есть, изначально есть store direction, и если вот глубже попнуть, вы увидите, что там есть page index и page size. В общем-то, ничего там такого нету. Единственное, что через этот параметр передаются параметры, которые, извините за каламбур, вы и будете обрабатывать своих контроллеров. Дальше. У меня здесь ReSharp предлагает сделать имплементацию, то есть, решение методы, все, которые реализовать в этом контроллере. В частности, это не метод, а конструктор. В base я всегда приношу на новую строчку, просто так удобнее. Ну и давайте запустим, потому что этого достаточно для того, чтобы сущность logs появилась в списке контроллеров. Вот он, контроллер, вот методы, которые paged и bid, они реализованы в этом riddle-ли-контроллер, то есть, другими словами. Кстати, давайте попробуем зайти. Я использую микросервис. Собака. Нет, собака. Ёбмайл.ком. Раз, два, три, раз, два, три. О, ой, восклицательный знак. Неймеспейс. Заведем. Да, зашли. Совершенно верно. Я сохранил его. Вот. Теперь, по идее, если я дерну вот этот метод, мне, в принципе, ничего не нужно заполнять. А, ну вот, у меня данная база пустая. Мне вернулся результат, что у меня записи нет. Total найдено 0. И для того, чтобы проверить, что это действительно используется для логина, то есть, если я выйду из системы, нажму экзетюб, я получу она втораясь. Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать. Так вот, я это закрою. Смотрите, если вы хотите какую-то сущность сделать только на чтение, предоставить доступ, там, read-only и предоставить доступ, типа, read-only для пейджет и by-id, достаточно унаследоваться от этого контроллера, показать вот эту сущность. В смысле, viewmodel создать для маппинга вот этой штуки. И, собственно говоря, у вас все заработает. В том смысле, что даже ни строчки кода не придется написать. За исключением того, что в папке mappers у меня уже log mapper configuration, вот как вы видите, уже существует. Но вот log create viewmodel на самом деле и на log передача, то есть map так называемый, это используется внутри системы, а не для создания. То есть, если я сделаю возможность создавать через API логи, то у меня потребуется вот этот viewmodel, ну и дополнительно еще update viewmodel, если будет нужно обновлять. Вот ключевая строчка в этом файле, которая как раз из сущности log во viewmodel создает map. И, собственно говоря, здесь еще пейджет информация, которая автоматически там уже создается. Я думаю, с этим все понятно. Мы потратили уже из 20 минут целых несколько, поэтому поехали дальше. Итак, давайте предположим, что с readable only как бы все понятно. Теперь давайте создадим контроллер для сущности категории. Для этого я опять же нажму shift f2, поставив курсер на папку контроллерс, напишу категории. Ну вот здесь в данном случае нужно остановиться. Это еще договоренность, причем это не моя договоренность Microsoft. И контроллеры имеют множественное число, и поэтому мы называем категории, это множественное число, и контроллер дописываем как суффикс. Опять же ставлю C-sharp, то есть получается, что у меня контроллер для категорий. Борить. Я нажимаю LR, собственно говоря, повторяю уже ритуал. Я плохо себя чувствую, когда нету комментариев. Это выработано уже. Я тут что-то неправильно назвал, да? Кан-т-роллер. Так его переназовем. Слава богу, есть решертер, который может позволить это сделать очень быстро. Кон-т-роллер. Отлично. Наберите внимание, что файл сам переименовался. Значит, в данном варианте я буду использовать Writable контроллер, который, опять же, инженерик, ну на это просто потребует немножко больше параметров. Во-первых, каталог. А, нет, мы уже решили, что категории. Это мы поставляем сущность. Дальше, следующим параметром, категории Create Umodel. Ну, в общем, я так и называю. Category Create Umodel. Следующим параметром, неважно, что у нас его пока нет, и следующий параметр это update Umodel. То есть у меня, в моем варианте, это должно называться категории Create Umodel. На первый взгляд, это Vuemodel очень длинная. Там название можно сократить. Просто привычка у меня называть полностью. Ну, собственно, Microsoft так рекомендует. Если у вас простое приложение, то WM будет для вас понятно, что это WM, это Vuemodel. Только у вас начинает приложение быть большим и громоздким, или, не дай бог, еще там в нем несколько решений и разных структур, то WM начинает наводить на мысль виртуальная машина, или, ну, в общем-то, много пропадает под аббревиатуру. Я рекомендую писать полностью, тем более, что и полностью соответствует рекомендациям Microsoft. Так, следующий у меня просто T-Viewmodel, вот, как видите, да, ну, T-Viewmodel это то, что требуется для отображения сущности на UI. В данном варианте категория просто Vuemodel. Ну, можно было бы, конечно, категория Vuemodel сделать, ну, я Vue опускаю, там, или, там, UI, Vuemodel, неважно. Я опускаю, поэтому просто Vuemodel это для просмотра. Ну, и, собственно, последний параметр называется ToriParam. На данный момент пусть это будет пейджет-лист. Ну, по-молчанию я буду использовать. QueryParam. Вот. Сейчас у меня получилось так, что некоторое количество красного кода у меня появилось. Ну, и пока я их не приведу в должный вид, у меня будет гореть ошибка. Итак, для начала я здесь воспользуюсь ReSharper'ом, и вот прям в этом месте создам автоматически вот мне ReSharper' создастся этот класс. Я так же это делаю для остальных классов. Если вы еще не пользуетесь ReSharper'ом, я вам настоятельно рекомендую это делать. Это очень полезная и удобная штука. Посмотрите, сколько рутины она с меня списала. Ну, и вот в данном моменте она мне показывает, что должен быть наследником Vuemodel Base. ReSharper, конечно, может все, но и мозгами тоже нужно пользоваться. Я покажу почему. Потому что Iuemodel, он просто заглушка, используется в фреймворке для обеспечения связки сущностей с их наследниками. А вот Vuemodel, он требует идентификатор. То есть в Vuemodel Base этот идентификатор присутствует. Кстати, Vuemodel Base также наследник Vuemodel. Раз у меня готовы классы, я теперь могу нажать Alt и Enter, и мне ReSharper предложит имплементировать недостающие штуки. от этого базового класса. Я опять же вот к своему вернусь и покажу, что у меня есть категория Vuemodel, у меня есть категория Update Vuemodel, категория Create Vuemodel, и у меня уже контроллер существует. Теоретически, если сейчас его запущу, мне должно все заработать. Ну, собственно говоря, давайте так и сделаем. Я запускаю приложение. Да, действительно, у меня уже появился контроллер, который называется категория Vuemodel. В нем пачка уже каких-то методов. Ну, о них мы чуть позже. Но я вам сейчас расскажу, что эти методы не работают. Их можно только посмотреть. Хотя, давайте, раз уж мы здесь на UI, я вам объясню. Смотрите, существует метод пост на создание сущности, существует метод getById, тот, который пришел из главного, ну, из readonly контроллера. Существует put, то есть обновление сущности. Также есть delete, который удаляет сущность. Ну, и paged, это из readonly контроллера. Вот этот вот и вот этот вот. Они пришли из paged контроллера, добавилось раз, два, три метода. А также добавилось вот этот метод, который называется getVuemodel for creation и getVuemodel for editing. Я думаю, из названия так все понятно. Ну, собственно говоря, если у вас достаточно сложная какая-то сущность, то она должна уметь там подставлять какие-то свойства по умолчанию или свойства там из профиля пользователя. Например, там его город, откуда он пришел на ваш сайт, из его профиля. И сделать это теоретически можно при помощи там обращения к ему профилю. Так вот, этот вот getVuemodel for creation имеет возможность получить данные из профиля пользователя, перебить там значение некоторых свойств и отдать наружу конкретный Viewmodel, скопировав который и вставив вот в этот модель, Viewmodel, ой, вот в этот метод, можно просто нажать кнопку Execute, там дополнительные параметры. В общем, это на самом деле очень сильно упрощает все в части управления вот этими вот созданиями. Ну, в общем-то, давайте начнем с малого. Если я сейчас вызову метод Viewmodel Create, я получу ошибку. А, нет, ну первая, вторая. Да, конечно же, нужно авторизоваться. Я надеюсь, он меня запомнил. Да, запомнил. Это, кстати, опять же, очень удобно. И вызову снова. Я получаю Exemption. Кстати, вот вам пример того хендлера, который я вам показывал в предыдущей части, который ошибки не проглатывает, написал здесь Internal Server Exemption 5500. Я перехватываю эти ошибки, выдаю их наружу. Теперь тут как бы понятно. Entity Manager для сущности Ката, категория, где он не существует. То есть он не может его найти. Ну, вот давайте это быстренько сделаем. Потому что что-то как-то у нас уже время. Я окошечко свернул, поэтому в этом. То есть на наличии вот этих вот Viewmodel, которые дают контролировать, это, конечно, хорошо. Но, как я уже говорил раньше, требуется еще дополнительные штуки, которые называются Factories, которые называется Managers, которые называются Valiator. Ну и Query Param мы используем по умолчанию. Давайте начнем с Valiator. Ну, для начала, да, давайте я вот здесь вот напишу. Паблик Категории Валидатор. Я его унаследую от Valiator. Это называется Entity Valiator. Вот. И здесь, соответственно, категории. Вот. Это базовый класс. Это класс для управления проверками для сущности категории. Что он от меня хочет? Конечно же, он хочет базовый конструктор. Вот. У меня базовый конструктор. Я, опять же, по-своему найти. Делаю здесь, по идее, должно быть какое-то summary. Я делаю вот так. И у меня потом вот эта штука будет видна в списке моих обновлений. Так. Поехали дальше. Следующее нам, что нужно, это в Факторе. В общем-то, я проделаю сейчас тоже самое операцию, но только уже для класса. Пусть это будет категории ViewModelFactory. Естественно, вот он должен быть от ViewModelFactory. Теперь здесь я должен указать категории. По-моему, здесь еще там параметры есть категории. Смотри, категории ViewModelFactory. Приедем ViewModelFactory. И категории ViewModelFactory. параметры кучу сфотонные осуществленные пластыки пилишарпер. Мне предлагает создать у нас реализовать базовые команды. Вот. Категори ViewModelFactory. А это он требует менять опять же таким образом сделаем. Он требует реализации. Ну, собственно говоря, что я делаю сейчас пока все по-молчанию. Мы будем развивать, совершенствоваться и доделывать. Да, здесь смотрите, для чего этот категории нужен. Ну, собственно говоря, вот то, что я говорил вот в этом методе для того, чтобы получить creation Create ViewModel, я должен вот этот, то есть вызов вот этого Execute вызовет у меня вот этот метод, который вернет пустой Create ViewModel, хотя мы бы его здесь наполнить дополнительными параметрами. И, соответственно, если я дерну вот этот вот для editing, ну, в смысле для изменения, указав конкретный идентификатор сущности, вот здесь вот, вот этот Execute вызовет у меня, соответственно, вот этот вот метод. И теперь его нужно реализовать. Что это за метод? Я, по идее, должен получить из базы данных сущность по идентификатору, конкретную сущность, там, в частности, категории, и у меня будет сущность категории, а отдать ее должен замапать ее, собственно говоря, на категорию Update ViewModel. Что я сейчас буду делать? Я сейчас в конструктор пропишу i inject сейчас вспомню, как называется сейчас, ApplicationDVK Intext, правильно? Вот, ну, в данном случае Application, еще User, и Application Role. Нет, Role. Вот, это будет Unit of Work. Решарпер, мне любезно, помог. я создал Reeple Property, теперь у меня в моем классе, ну, опять же, он хочет, решарпер, ну, вернее, это Slugger, хочет, чтобы был комментарий, вот, у меня, получается, теперь в моем, вот, этом, ViewModel Factory, доступная база данных, Unitwork. Теперь я в этом Unitwork, ну, смотрите, что я делаю, я хочу получить сущность по идентификатору, Far, Reddit, ну, я везде пишу, Far, мне явное приведение типов не нравится, короче, не так удобнее, Категори равно Unitwork, здесь мы пишем магический код, который позволяет получить Get-Repository, я из Unitwork получаю репозиторий, который называется Категори, да, дальше, я хочу сделать все сто дефолт, и, собственно говоря, здесь я уже могу получить нужный мне функционал, который позволит через ланду обратиться по идентификатору к сущности и, сравнив его с параметром, выдать мне наружу выбранный объект, но дело в том, что вот этот GetFirstOfDefault, это переопределение метода из LinkU, который просто звучит как FirstOfDefault, и этот метод получает в набор очень много очень много полезных параметров, во-первых, первый expression это предикат, собственно, я его написал, но так как он подчеркнут, это значит, что система не понимает, какой из предикатов и буду использовать, потому что их тут три, первый это предикат на выборку, второй это order-барк, вы видите, третий это include, таким образом, смотрите, если я здесь напишу предикат, то есть, и вы буду использовать именованный параметр, то у меня как бы это вот зараза запекается, и я могу здесь сказать вот так, и в категории, ой, категории, равен 0, ну, то есть, Microsoft рекомендует писать от обратного в ход, ну, вот я проверяю, что если не то, что найдено, если не найден, тогда я должен сказать, ровнью, как она называется, экзэпшн, микрософт, ой, не, не косов, микросервис, ну, где-то тут был, аргумент новых экзэпшн, ну, в смысле, что не найдено, моя, собственно говоря, сущность, а если она найдена, то я должен сказать, что я их должен в категории, вот здесь вот я должен сказать, я должен сказать, я пропишу, ну, собственно, здесь должен указать, что я хочу замармить, что, вернее, в какой класс, категория, д, viewmodel, и здесь, конечно же, я должен указать саму категорию, и вот этот вот, секундочку, я должен сказать, return, вот этот вот самый viewmodel, теперь давайте на пальцах, вернее, давайте сначала сейчас пропишем этот макро в конструктор, я делаю, есть и больше одного новой строчки, iMapper, ну, это тут самый автоматер, естественно прописан, маппер, запитая, теперь, шарпер, мне любезно, создаст variable, вот, она появилась, и, собственно, теперь у меня появился ромочек, и так, приедет, viewmodel, я должен прописать возврат viewmodel для создания сущности категории, апдейт, generate for update, я должен вернуть, апдейт, viewmodel, для этой же сущности категории, для того, чтобы ее вернуть, я должен из базы данных, путем выбора, получить по идентификатору сущность, если она не найдена в базе, я скажу, говорю, что сущность не найдена, вызывая exception, а если она найдена, то я должен существующую категорию замапать, так сказать, на viewmodel, и этот viewmodel вернуть, но, более правильный вариант, на мой взгляд, написать вот, ответ тур, тогда эта строчка нам не нужна, я смотрю, что у меня опять не получается уложиться в 20 минут, не знаю, о чем я думал, когда я это придумывал, но, тем не менее, смотрите, раз у нас уже появились маппинги, то этот, я сейчас, вот этот factory, который здесь лежит, вот в этом вот, нашем большом-большом контроллере, я, конечно, в классы потом раскидаю по частям, ну, в смысле, в нужные места, суть в том, что вот этот вот, даже в viewmodel factory, он не сработает, потому что маппер не настроен, давайте теперь откроем маппер, вот, и по образу и подобию создадим, как я уже говорил, категории, маппер конфигурашн, конфигурашн, сишарп, опять же, тут очередная договоренность, что название маппингов, все файлов с маппингами, начинается сущность, единственное числе, и дальше маппер конфигурашн, опять же, это потому, что вот, если я нажму контролл-т, и напишу, маппер конфигурашн, очень сразу видно, вот, все как легко находится, ну и, собственно говоря, здесь у нас получается, что нужно какой-то там маппер конфигурашн бейс, маппер конфигурашн, по-моему, бейс, нужно все-таки, вот, это вот моя реализация, опять же, требует от меня на слайдер, какой-то там, код, опять же, я по привычке удалю все эти самые, так называемые, ну и, чтобы далеко не ходить, давайте я сделаю вот таким образом, я вот скопирую этот пэтч, допустим, он нам пригодится, и вот этот мап, опять же, призывалось, не все порядок копировать, а, стоп, а, все-таки, использовать мозг, ну, в данном варианте, мне тут лох не нужен, мне здесь нужен категори, категори, да, именно он, да, хочу, здесь, соответственно, может быть, категории, view, view model, лишнее убираем, так, что-то я тут уже расщелкался, потому что, видимо, спешу, категория page-it list, page-it list, это должен быть, ctrl-cd, вот, теперь у меня получается, что получается, и, собственно говоря, нужно теперь сделать следующее, раз у меня есть мап, с, категории, на каким, апдейте моду, я должен эту карту, создать, ну, эту карту записи, это делается очень просто, create, create, create map, я должен указать, категории, то есть, это я, с категорией, буду передавать данные, на категории, апдейте, вью, моду, все, бравиль написал, категория, неправильно, давайте переименую, вот, категория, дейтим моду, и, тут, на самом деле, как бы, наверное, все, дальше будем по порядку, так, время 20 минут, я уже далеко зашел, поэтому, давайте завершаться, единственное, что я, это жизнь не доделала, сейчас проверим, да, смотрите, я когда сделал, маппинги, я скопировал, но, не до, не докопировал, вот это вот, нужно обязательно поставить, правильно, вью-модулы, иначе, конфигурация, не сработает, сейф, да, в общем-то, смотри, для того, чтобы работал, вот этот вот, самый контроллер, вот этот вот, наличие, вот этих пластов, для одной сущности, не обязательно, ну, во-первых, должны быть, create-view-model, для отображения сущности, для просмотра, create-view-model, который должен, помогать, создавать, сущность, в контроллере, апдейт, для редактирования, соответственно, также обязательно, валидар, то есть, если вы сущность будете, создавать, вам необходимо, указать правила ее создания, ну, в любом случае, создать пустой валидар, наполнять мы будем уже в следующем видео, помимо этого, необходима еще категория, view-model, который будет выдавать, view-model, и по требованию, и превращать их в нужный функционал, для пользователя, и также, еще необходимо сделать, категории, менеджер, ну, вот, в данном случае, мы его создать не успели, потому что, уже потрачено, очень много времени, соответственно, в следующий раз, мы создадим категорию, менеджер, которая уже позволяет, позволит, соответственно, полностью использовать, крут для сущности, категории, на этом, собственно говоря, хочу с вами в очередной раз попрощаться, большое вам спасибо, что смотрите, пишите комментарии, всего доброго, опять же, напомню, ставьте лайки, подписывайтесь, ну, все так говорят, и я скажу в очередной раз, хорошего вам кода, легкого вам дебагинга, и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok